К Сергею Сергееву, заместителям главы и руководителям управления администрации, обратились 36 анапчан. Озвученные вопросы о проблемах с водой и энергоснабжением, о благоустройстве населенных пунктов и ремонту сельских дорог. Светлана Матюк приехала на прием из села Суко. Главная проблема переулка Тихого, где она проживает, – низкое напряжение электросетей. Сети давно не ремонтировали. К решению вопроса глава подключил начальника анапских районных распределительных сетей Сергея Шевчука. Выяснилось, ведется проектная работа по строительству новой подстанции. Беседа мне очень понравилась, в том плане, что когда зашла и задала самый главный вопрос по напряжению, который волнует у нас сейчас многих, глава сразу пригласил начальника районных электросетей. И все остальные вопросы я уже задавала непосредственно ему, на что он пообещал, что в начале мая начнет строительство новой подстанции, нам обещают хорошее напряжение. Глава подчеркнул, к людям нужно относиться уважительно. Особенно в аварийных ситуациях, когда поступает много звонков в аварийно-диспетчерскую службу. Диспетчерская служба должна работать на ура. Когда авария, у вас должны быть запасные люди. Сами выслушайте, что отвечают. Понимаете? Какие работы? Люди хотят просто знать. И все, они не будут уже вести себя так. Жители Супсеха Варваровки и Суко задавали вопросы по водоснабжению, газификации отдельных улиц, ремонту дорожного покрытия, благоустройству автостоянки у храма Варваровки. Были и другие вопросы. Развитие сети интернет в селе Супсех, создание этнографического подворья. Проект интересный, отметил Сергей Павлович. Но для его реализации нужен инвестор. А вот с критическим мнением Анапчанки о сфере культуры города-курорта, мэр не согласился. Одни из первых краев по расходам на душу населения в отрасли культуры. Вы знаете об этом, нет? Нет. Она. И у нас культура одна из лучших в Краснодарском крае. Вообще. Мы развиваем и греческую, и армянскую культуру, и кубанскую, нашу казачью, и общероссийскую. Жители благодарились за уже проведенный газ и другую проделанную работу в округе. Мы очень благодарны выездным приемам граждан. Это очень облегчает работу и нашего главы, и людей. То есть они спокойно приходят, записались предварительно, что тоже очень удобно. Кроме этого, очень удобно то, что приезжают все специалисты и замы. После приема граждан Сергей Сергеев выехал по нескольким адресам, указанным в заявлениях Анапчан, чтобы лично оценить ситуацию. Продолжение следует...